Я в Курск поехала, в Курске две недели была сама. Я хотела приехать в Суджу, поискать его сама-то. Были убитые погибшие срочники, которые прямо там и остались. Только потому, что их командиры до последнего кричали в рацию «Сидите, ждите, будет подкрепление». Им всем говорят, что они тут будут водителями, строителями, охранниками, проктологами, гинекологами, всем, чем только хочешь, только не военным. У нас по новостям говорили и говорят, что люди Донбасса просили помощи у России. Я тот людь из Донбасса. Я вам звонил, просил вас помощи. Вы могли бы понять, что его надо вытягивать оттуда как можно быстрее, но вы не хотите этим интересоваться, никто из вас. Я Артур Христина. Ищу своего сына, Мезенцева, Кирилла. Год рождения? 2004. 20 лет. А где служил? Я думала, что он служит в Клинцах, Брянская область, потому что он мне не говорил. Оказывается, он был на границе где-то в Суджинском районе. Как я вот потом стала узнавать, что был где-то Олешня Гоголевка в этих краях. А он срочником был, правильно? Срочником, да. А что он там делал? А чем он там занимался? Он ничего не говорил. Он даже не говорил, что он там находится. Понимаете, он мне сказал, что он призывался у меня 4 декабря, и он уехал. Он был под Санкт-Петербургом, проходил там учебку. После Санкт-Петербурга он отправился в Смоленск. И в Смоленске он там проработал совсем недолго. Он сказал, мам, меня отправляют в Клинцы, Брянскую область, где я буду до конца проходить службу. Он КМБ прошел, да? Да. Привезли его в Клинцы где-то в апреле этого года? Да, да. Последний раз вы с ним говорили где-то 1-2 августа? Нет. А когда? Мы с ним вообще редко разговаривали, потому что он мне постоянно говорил, мам, у нас плохая связь. И мы с ним в основном переписывались. Когда последний раз вы с ним разговаривали? Последний раз переписка была 5 августа, когда он мне написал, мам, у нас в 14... Он заступал в 4 часа на дежурство. И перед дежурством мы всегда с ним выходили на связь. И он мне написал, что в 4 часа, что, мам, все хорошо, не волнуйся, у нас все спокойно, все хорошо. Ну, не сбрехал. Какая сейчас у вас стадия? Что вам говорят ваши отцы-командиры? Где он? Командиры... А как я с ними бы пообщалась, с командирами-то? Я даже номеров телефонов не знаю. А на горячей линии говорят без вести пропавший. Понятно. Вы смотрели обмены, которые были в срочниках? Да. Но там его не было. Там я показывал всех. Нет, его там не было. И я не знаю, честное слово, откуда, но в 115 срочниках, которые были первые на обмен, в наших группах, в которых я состою, там не написано, к сожалению, имен. Потому что там не можно же переименовать, не писать свое имя, да? И там в каком-то нике одна из родителей написала, что в 100 обмененных мальчик признал Кирилла, что он видел его в СИЗО в суммах. А стала писать маме. К сожалению, мама говорит, что она не может, у нее нет там так, нету связи такой. И она ничего узнать не может про Кирилла конкретно. Но она написала, что мой сын признал, он сказал, что первого его назвал. Поэтому я вот обратилась за помощью именно к вам. В суммах есть СИЗО? Да. И счастье из военкомата у вас нету никакого, ни одного документа? На руках нету. Это просто вам говорят по горячей линии, да? Да. Ну смотрите, состоянием на сейчас, ну точнее там на недавно, его среди военнопленных нету. А подскажите, пожалуйста, может быть, о чем я вам дам Владимир вопрос? Я Дмитрий, Владимир чуть позже будет. Дмитрий, простите. Дмитрий, можно вопрос? Может быть, а возможно такое, что у него амнезия, у него потеря памяти, он не помнит, как себя зовут? Нет. У нас медицина, в отличие от вашей, достаточно хорошая. И даже люди, которые очень сильно оглушены, контужены, их очень быстро приводят в чувства. Смотрите, вы же смотрели интервью с срочниками на нашем канале? Смотрели? Да. Все смотрели. Все смотрели. Вот эти срочники были обменены. Как вы поняли, там основные бои были на нескольких переходах. И все они говорят о том, что были убитые, погибшие срочники, которые прямо там и остались. Да, я знаю. Да. Ваша армия, естественно, вам врет. Потому что проще всего сказать, что он без вести пропавшим, типа отдать чуть-чуть надежды. Но я задам вам вопрос, который, в принципе, задавал совсем недавно. Вы хотите правду или вы хотите услышать приятное что-то для себя? То, что вы хотите услышать? Я хочу правду. Ну, с очень большой долей вероятности вашего сына в живых нет. И тела ее у нас нет. Отвечаю на следующий ваш вопрос, это как можно получить... Ну, то есть, смотрите, если бы он выжил бы, то он бы был бы в плену. Потому что там в окружение попадали все очень сильно, начиная с 6-го числа. Последний срочник, который был взят в плен и попал в плен, он был взят 18-го августа. Это практически... А, нет, я соврал. 6-го сентября был взят в плен последний срочник. Это практически спустя месяц. Почему он месяц выжил? Это потому, что он вместе с... Будет это интервью на канале, может быть, уже вышло, я не знаю. Это он вместе с одним десом, там, вместе с морпехом, они успели убежать с позиций. И они месяц просто жили в лесу. Они нашли наш джип украинский разбитый, нашли там сухпайки и воду. И месяц они жили просто в лесу, выкопали себе землянку. Но он вот этот вот, то есть это последний срочник, который попал в плен в принципе. Есть, конечно, вероятность того, что он где-то прячется в лесу. Возможно, эта вероятность есть, но она очень... Ну, короче, если называть все своими именами, то вероятность очень низкая. Потому что вся территория, которая сейчас уже освобождена от русских в Курской Народной Республике, она контролируется нашими силами обороны. И там мест, где можно прятаться уже практически там полтора месяца, просто нет. Он не мог в колонне сгореть заживо? Их убили там достаточно много. Срочников было в плену более там 300 человек, 250. Но при этом умножить это число на три, это столько было убито. Только потому, что их командиры до последнего кричали в рацию, сидите, ждите, будет подкрепление. По факту они их кинули. Но они ж убежали, правильно? Не убежали, их брали в плен. Нет, командиры убежали. Командиры убежали. А срочников оставили, чтобы кинуть время, и чтобы наши не успели... То есть, вы же, вот смотрите, вы смотрели интервью, которое было в воскресенье? С Ахмачаем. Ой, а как же... С Ахмачаем, который рассказывал, что было их два бородатых чеченца, не таких, как я. И что их командир, комбат и еще четыре офицера просто убежали. А им сказали, сидите, ждите, будет подкрепление или хотите, бежите с нами. Так вот, ну, то есть, вот то, что рассказывают на интервью, это правда. То, что попадали в плен с позиции, где было, к примеру, 30 человек, а в плен попало 6, а все остальные 200. Это правда. Тела, скорее всего, были эвакуированы нашими, на нашу территорию. И происходят обмены телами. А скажите, пожалуйста, как-то можно поискать среди тел погибших? Нельзя поискать среди тел погибших. У нас, к вашей радости и к нашему сожалению, мы вынуждены, страна вынуждена с телами работать по процедуре, которая определена международными всякими там конвенциями, инструкциями. Тела фотографируются, описываются. У нас есть с Вовой на канале рубрика «Распаковка», где мы открывали тела и показывали, как это происходит, как ищутся различные дополнительные там опознавательные знаки, как это называется, приметы, особые приметы. Фотографии, шрамы, да. Когда это все фиксируется, тело передается. Так вот, если я говорю вам сразу, что вы ДНК не сдавали, потому что у вас кроме телефонного звонка нету ничего, вам есть вероятность того, что его тело было передано во время какого-то обмена людьми живыми уже в РФ, но с учетом того, что нету образца вашего ДНК, оно где-то может лежит в какой-нибудь Ростовской области. У меня есть, я сдавала ДНК. А, сдавали? Ну, так а почему, на основании чего вы его сдавали? А я сама пошла и попросила заявление, написала, чтобы сдать ДНК. Ну, значит, вы сделали правильно. Но при этом вам не дали никакого документа о том, что он 500 или там 200. Как вы относитесь, что вашего сына отправили на войну срочника? Ой, вы знаете, я даже не знала, что его отправили на войну. И он пошел у меня проходить срочную службу. Он вообще у меня журналист. Он учился на... Поступил на журналиста. Он всю жизнь об этом мечтал. Ну, в России профессия журналист не особо актуальна уже будет. Нет, он не хотел быть журналистом. Я извиняюсь. Он хотел быть футбольным комментатором. Он мечтал, он болел футболом. Он болел командой ЦСКА нашей, нашей российской. И он всегда мечтал. Он фанател. Он знал каждого комментатора. Знал полностью автобиографии почти всех комментаторов. Даже зарубежных комментаторов. А почему ваш сын вам врал? Может, не хотел меня расстраивать просто? Нет, я поэтому и спросил такой вопрос. Он не хотел меня расстраивать. Он прекрасно знает, что я очень ранимая. И я близко все отбрел к сердцу. И поэтому мы не знали никто. Ни бабушка, ни я, ни родственники. Но вы поняли, о чем он вам врал? До этого никогда он мне не врал. Не, о чем он вам врал? Ну, то, что он находится не на границе. Я не знала об этом. Да. А знаете, почему? Он не так врал. Он просто, понимаете, он не договаривал. Он очень берег меня. Не, а зачем вы занимаетесь ерундой? Вопрос же с продолжением. Если вы смотрели интервью срочников, то они выполняли приказ командиров, которые запрещали мамам говорить правду. Я не могу сказать, понимаете. Вот я не знаю. Вот я когда, если его увижу, я обязательно у него задам этот вопрос. Я на сегодняшний день, я вот, вы меня так расстроили. Я была в надежде, что он в суммах, как вот говорили ребята, которые были первые обмененные. Я сейчас вообще, понимаете, я не знаю вообще, что делать и что думать. Но если у него фамилия та, которую вы написали, то в суммах его нет. Может быть там ошибка в фамилии, потому что Мезинцев через три Е, а может быть там везде буква И поставлена. Может через букву И поставлена. Что по фамилии Мезинцев три буквы Е, что по фамилии Мизинцев. И так, и так его нет. То есть вероятность того, что он прячется под какой-то другой фамилией, это полный бред. Ну, срочникам это не надо, они этого не делают. А можно вам задать вопрос? Можно. Как вы думаете, кто виноват в том, что произошло с вашим сыном? Независимо от того, 200-й он или попал в плен? Ну, мы понимаем, что его в плену нету, поэтому он погиб. Наверное, я бы не спрятала в погребе. Не, при чем тут вы? Не поняла, не поняла вопрос. Кто глобально виноват в том, что произошло с вашим сыном? Я не могу так вам ответить на вопрос. Почему? Потому что я не знаю. А что происходит? Ну вот, глобально, давай проще. Подожди, в городу пришли в Курску. Подожди. Что происходит? А? Не поняла еще раз. Что происходит уже два с половиной года? Военно-специальная операция. О, специальная военная операция. А что это такое? Знаете, я никогда политикой не занималась. Супер, отлично. Я тоже не занимался политикой. Никогда в жизни. И пленами. И пленами до войны не занимался. Ни я, ни Даня. Я знаю, что просто у нас по новостям говорили и говорят, что люди Донбасса просили помощи у России. Смотрите, смотрите, я тот людь с Донбасса. Я вам звонил, просил вас помощи? Или сына ваш? Нет. Нет. Так, хорошо. А кто начал эту СВО так называемую? Ну, у нас по новостям говорят Украина. Украина? Ага. То есть мы жили себе, жили нормально так. До 2014 года. Потом пришли русские на танчиках. Извините за французский. Получили пизд. И ушли. Но при этом оккупировали две области. Потом, короче, русские все-таки, как это было всегда, в принципе. И с Чечнёй, и с другими историями различными. Русские потом пришли в 22-м году. Собрали всю свою дичь. Вот эту вот, ну, кокорки. Обидно, что оскорбляют. И пришли в 22-м году. 180-тысячной армии Киев за три дня. И начали СВО. Это я, конечно, много сейчас вам правды рассказал, но с вашим сыном беда случилась по причине того, что вы живете как рыбы. Понимаете? 30 лет вами правит царь. И СВО. Вам вливают в уши то, что мы начали СВО. Хотя вы на нас напали. Очень странно, что вы не задаете вопросы и командованию. Хоть вы и знаете, где он служил. Вот вы мне скажите, как я могу задать вопросы? У меня нет ни номеров телефонов. У меня есть только номера телефонов, нас скидывают на горячую линию. И на горячей линии мне говорят, что никакой информации они не владеют. Что просто мой сын в списке без вести пропавших, номер приказа говорят, и говорят от какого числа? От 16 сентября. Все, что говорят мне по горячей линии. Обратиться куда-то, куда-то. Кто меня куда пустит? Я простая смертная, я мама. Ну да нет. Ну вот, мама. Вы можете, во-первых, просто взять, встать и поехать к нему часть. Это самый простой. Сколько мы общаемся с русскими матерями, еще ни одна просто так не сделала. Все сидят и пытаются по телефону кому-то дозвониться. Как вы думаете, насколько... Я в Курск ездила, понимаете? Я в Курск поехала. Я когда стала в новостях это все узнавать, потом через 1, 3, 4, я в Курск поехала. В Курске 2 недели была сама. Я хотела приехать в Суджу. Поискать его сама там. Но там, к сожалению, с Курска в Суджу я не смогла приехать. Вы должны логику понимать. Что в Украине нет смысла его где-то прятать. Он, знаете, не генерал какой-то, да. Он просто типа его легче обменять сразу и вернуть наших. Поэтому просто Дима вам сразу сказал, что он скорее всего 200. А ваши просто не хотят оправдываться, что как они его бросили и почему он оказался на передовой. Я думаю, вы видео в смысле смотрели по Курскому направлению, там колонны сожженные там с людьми, ну как людьми, орки, с российской армии и так далее и тому подобное. И этих всех же Россия что же побросала, никого не забирает. Поэтому, ну, очень велик шанс просто, что он 200. Я не понимаю, почему ваши местные там чиновники и начальство от вас морозятся. Не, ну, как бы, потому что не хотят оправдываться единственное. Вот и все. А так, ну, вам надо в первую очередь общаться с вашими там командирами и пусть они расскажут, как это срочники появились. Кстати, если бы войной и политикой интересовались, то вы бы знали, что в первых числах полномасштабного вторжения Украину тоже срочники штурмовали. Знаете, нет? В первых рядах шли 18. Мы на нее напали. Я, к сожалению, стала смотреть новости только после того, когда у меня вообще сын перестал выходить на связь. Он раньше выходил через там день, через два писал мне, а тут не пишет, никому из родни не пишет. Я тут запаниковала, тут мы вот узнали, что с Курском такое. Я вам объясняю, почему ваш сын оказался на передовой. Потому что в это время вся российская армия находится на территории Украины. И они пытаются захватить сейчас Покровск, Часов-Яр, пытаются захватить другие населенные пункты в Украине. И если бы поэтому вашего сына 18-летнего поставили на передний край охранять российскую границу. Хотя по факту он должен был находиться там далеко от фронта и вообще не видеть эту войну. Ну просто пока ваша армия захватывает и убивает мирных жителей в Украине, местные жители Курской Народной Республики обратились к Украине и попросили ее помочь. Украина пришла, вот и все. Просто все, кто сопротивлялся, были, так сказать, ликвидированы. Деноцифицированы. Деноцифицированы, правильно, Дима говорит. Ну как Путин говорил. И такая же ситуация, как и с Донбассом, только теперь наоборот. Вот и все. Поэтому я же говорю, скорее всего, можете и когда там есть, и Украина оттуда выйдет, то есть вариант просто его поискать. Связаться с его товарищами и поискать его по посадкам. Где они сидели на позиции, если ты там до сих пор, я уверен, можно много тел найти и пособирать. И ноги, и руки, и по ДНК вы потом определите, ну как он, кто их. Потому что очень часто остаются просто конечности, и не всегда их могут собрать. Ребят, но я все-таки не верю. Потому что его видел парень, который с ним был вместе в опорнике, он его назвал. Что конкретно он сказал вам, этот парень? Он сказал, что видел его в СИЗО в сумах. Но с этим молодым человеком связь оборвана. Потому что то ли у них телефоны забрали, когда они приехали сюда, к нам. А что так? Хороший вопрос. Как вы думаете, почему у молодых парней, срочников, по возвращению в Россию забрали мобильные телефоны? В Украине наоборот. Но мы так думаем с родителями, что с ними работает ФСБ, спрашивают, что как и было. И как долго уже с ними работает ФСБ, спрашивают, что как было? Я не могу сказать. Но все они, я знаю, что... Сейчас, секунду, можно я зарядку при вас покажу? Пожалуйста. Зарядку. Да мы вам верим. Вот зарядка. Мы вам верим. Зарядка и зарядка. Зачем нам это показывать? Ты просто телефон показал, что сейчас... Думаете, у нас какие-то версии еще есть по этому поводу? В Украине просто всем, вернувшиеся из плена, выдают одежду, еду, воду и телефоны. И телефоны не забирают. Совершенно верно. Мы своим возвращенным солдатам сразу же даем телефоны, еду, одежду. Они сразу же отправляются на реабилитацию. А у ваших, наоборот, забирают все, что можно забрать, в том числе телефоны, и отправляют на допрос в ФСБ. И вы там у себя рассказываете, что мы здесь нацисты. Представляете, как глупо это выглядит? Кристина, вы же выглядите как очень адекватный человек на самом деле. Я еще раз пытаюсь понять, что конкретно вам сказал какой-то парень о вашем сыне в СИЗО. Как он опознал его, какие он приметы его назвал, фамилию, имя, что еще? Он не разговаривал ни со мной. Он связался со своими родственниками. Я еще раз говорю, у нас как бы есть группы, где мы с мамами начали общаться. И что? Он сообщил в этой группе. Он сказал, что Мезенцев Кирилл, и еще он назвал нескольких ребят, что он видел в СИЗО. Так почему его не меняют? Все, больше ничего. Ну, я из своего личного опыта вам скажу. Они практически друг с другом ни о чем не общаются. Они практически не знают имен и фамилии друг друга. То есть, если какой-то молодой парень захотел успокоить нескольких мам, которые интересовались соответствующими фамилиями, я понимаю, так и было. Был запрос по соответствующим фамилиям, и какой-то парень кому-то сказал, что он видел его в СИЗО. Еще раз. Нам скрывать его абсолютно нет никакого смысла. То есть, по СИЗО его у нас нет. Версия о том, что он может быть у нас в СИЗО оглушенный, находиться, она тоже невероятна, просто потому, что мы все равно бы знали, что у нас есть в СИЗО срочник или несколько срочников, которые оглушенные, которые контуженные, которые не могут говорить. Но у нас и таких срочников в СИЗО нет. Единственное, Кристина, я вам могу сказать, если вы верите в чудеса, я вам могу привести такой вот пример. Когда российская оккупационная армия в феврале 22-го года зашла под Киев и простояла там конец февраля и март 22-го года, после того, как ее выбили и выжгли из-под Киева, вы же знаете, что российская армия была под Киевом у нас, да? Нет, я не слышу. Я не удивлен. Не удивлен. Политикой не интересуйтесь, самое главное. Но я о другом. Последнего оккупанта, который прятался в украинских лесах, нашли в мае. То есть он каким-то образом смог прятаться у нас в лесах апрель и полмая. И это еще апрель, это холодный месяц. Поэтому я лично не исключаю того факта, что ваш сын как раз-таки где-то там вот может быть прячется. Я не знаю, залег в яме, нашел погреб, сидит, его каким-то образом не могут найти на территории Курской области. Вот в такое чудо вы можете верить, если хотите. Вот что, что он у нас в плену, этого не может быть просто потому, что мы обладаем информацией соответствующей. Мы вам говорим как есть. Если вас там кто-то пытается успокоить таким образом, ну что ж, попытка неплохая, но это неправда. Ну просто вы хотите правду, мы вам говорим правду. В плену вашего сына нет. Скрывать его нет никакого смысла. Мы наоборот хотим выдать всех срочников как можно быстрее, просто потому что с момента попадания срочников в украинский плен, да будет вам известно, российская сторона пошла на обмены. Представляете? То есть они не хотели делать обмены, им было плевать на всех людей, а на срочников им не плевать, потому что они понимают, что мамочки закатят истерику. Им не нужна такая истерика, они начали идти на обмен. А скажите, пожалуйста, много еще срочников в плену? Эта информация вам не даст ничего. Вы же своим сыном интересуетесь. Вот мы по нему вам дали информацию. Если где-то в будущем когда-то вдруг как-то выяснится, да, что он в плену, то если вы оставляли заявку на «хочу найти», то вам дадут обратную связь. Да, вот есть такой ресурс «хочу найти», на который вы уже обращались, по которому можно обратиться в поисках россиян пропавших. Мы даже и такое сделали. Вот мы вот нацистами, нас называют у вас по телевизору, а мы и такое даже сделали, чтобы вы найти могли своих. Конечно, с вами свяжутся, безусловно, если он вдруг попадет в плен. Кто его знает, какие еще чудеса в этом мире могут быть, я бы их не исключал. Но пока что вам выдали информацию такую, какую есть. А вот по поводу Донбасса, да, вот то, что вы сказали, вот я все-таки хотел бы немножко под другим углом задать вам этот вопрос. Вот по каким причинам, по вашему мнению, украинская армия вообще зашла в Курскую область? Да вы знаете, вот я сегодня тоже узнала от вас столько информации, что в 2014 году там, я даже об этом вот честно, я даже не знаю. Да ладно, бог с ним с 2014 годом. Сейчас, вот сейчас-то происходит. Почему сейчас вдруг украинская армия зашла на территорию России, а именно в Курскую область? Почему? Ну, наверное, захватить территорию России. Да. А почему? Это следствие. А причина какая? Ну, чтобы... Войны для чего раньше существовали? Чтобы захватить территории. И, наверное, сейчас так. Вот видите, как вы трезво начали оценивать происходящие события сразу. Войны происходят для того, чтобы захватить территории, а не потому, что какие-то жители кого-то о чем-то там попросили. Понимаете, Кристина? Видите, как трезво сразу вы оценили ситуацию. Тогда на Закурск. Все просто. А теперь у меня к вам следующий вопрос. Я могу приехать в Курскую область, собрать бабушек в Курской области, женщин, да, и заставить их подходить к урне и бросать туда бумажки? Ну, смотря как вы будете заставлять. Если под дулом автомата, то да. Да, если под дулом автомата смогу. Будут они ходить бросать бумажки в урны? Ну, простой вопрос. Так вот, в 2014 году, когда российская армия зашла на украинские территории, в украинские области и под дулами автоматов, да, заставила людей кричать референдум, эту картинку вам показывали, и вы взяли в эту картинку, поверили. Вот именно поэтому теперь ваши дети гибнут. Потому что нельзя быть идиотами. Вам Дмитрий задавал вопрос, кого надо благодарить, да, за то, что произошло, и за то, что происходит. Ну, как-то так он спрашивал примерно. Так вот, благодарите своего правителя, за которого вы 30 лет по кругу голосуете, а последних 15 или 20 лет уже даже не голосуете, его просто вам ставят. Именно этот человек развязал и начал все то, что сейчас происходит. Вот когда вы будете думать, кого поблагодарить, если вашего сына так и не найдут, и вам придется похоронить пустой гроб, вот чтобы вы знали, кого надо благодарить. Пустой гроб еще неплохо. А вы знаете, что российским мамам иногда чужие тела привозят? Так, чуть-чуть лирики. Я не могу в курсе быть, потому что у меня нет знакомых. Ну, я не сталкивалась с этим. Понимаете, что... Ну, понимаете, это же уже лирика. Тут вопрос в том, что это просто пока вот каждый там а-ля россиянин и все остальные не интересуются политикой, вот это все и происходит. Пока гибли другие срочники, ни вы, ни ваш сын, ни ваши друзья, наверное, этим не интересовались. И сейчас вы звоните, вы знаете, что по остальной границе стоят такие же срочники. И могут завтра они быть в плену так же само. И ни одна мама сейчас живых этих пока срочников не звонит в Украину, не пишет, не просит не трогать их сына, чтобы он сдался в плен или все остальное. Им просто все равно. А через две недели, месяц, когда их там на границе сотрут в порошок просто, они будут звонить. Вот в этом основное дело. Что зачем мы тут общаемся? Да, чтобы просто вот это все же показать, что ну можно же как-то предотвратить. Он простой срочник, который проходил, проходил срочную службу. Кристина, это вы нас поймите. У нас гибнут люди на протяжении всего этого времени, хотя бы только после полномасштабного вторжения, то, что вы называете СВО. В нас летят ракеты с Россией. А вы, россияне, об этом не знаете, знать не хотите. И даже задумываться об этом не хотите. Это все одна и та же история, что с этими урночками, что с этими референдумами, что с этим Донбассом. Вам что по телевизору расскажут, то вы и поверите. И даже уже когда идет война, и ваш сын является военнослужащим, и когда ему грозит непосредственная опасность, все, что вам нужно, это просто поинтересоваться, что происходит. И поинтересовавшись этим, исходя из простых фактов, из простой логики, вы могли бы понять, что его надо вытягивать оттуда как можно быстрее. Но вы не хотите этим интересоваться. Никто из вас. То есть Путина, конечно, вы можете благодарить за то, что он это все развязал. Но вы можете поблагодарить и себя, и своих соседей, и всех тех людей, которые не интересуются политикой, в том, что таким стадом, как вы, очень легко управлять в этой ситуации. И все. Вот так это и происходит. Чтобы вы понимали просто, когда не только срочники, а контрактники подписывают контракт, и всем говорят, что они тут будут водителями, строителями, охранниками, и не знаю, там, проктологами, гинекологами, всем, чем только хочешь, только не военными. Будут тела эвакуировать, здесь от Алины, но вот всем. Всем говорят одно и то же. 90% если мы берем, вот 10 там есть оголделых, которые там верят в Путина и любят Кадырова, все. Все остальные, сантехники, электрики, водители и строители, все, вот такие они реалии. И потом они попадают либо в плен, либо остаются в полях. И сейчас на границе вам объясняю, тысячи срочников, сидят тысячи, таких же, как ваш сын, и их матери ни хрена с этим не делают. Хотя через неделю могут вот так вот их искать по всем там посадкам. И вопрос только в том, что делают остальные матеря и почему они не интересуются. Все российские срочники попадут на войну. Вот и все. Рано или поздно. Через год, через полгода, три месяца, без разницы. Ну, уже сказал Апти, что чем 18-летний отличается от 40-летнего? Ну, это Апти Аладдина, это ваш этот, как его сказать, кадыровский этот, который ваших... Да распоряжается вашими детьми. Да, вашего сына там оставил, если что. Лапти Аладдина. Можно с ним связаться, у него телеграм-канал, у него все хорошо. Он говорит, российская армия побеждает, потерь нет, это все вранье, погибших нет. Сколько, как вы думаете, количество потерь российской армии в Украине? 200, ну, погибшими и ранеными. Я думаю, что много. Ну, цифру... Ну, сколько вы думаете? Я не могу сказать цифру точную, но, по судя по тому, сколько нас, которые ищут своих детей, мужей, отцов и братьев, то это тысячи. А сколько населения всей России? О, я не знаю. Ну, как вы думаете? Ну, давайте, число какое-нибудь. Не могу сказать. У нас население поселка 500 человек, я могу сказать, за свое и село. Ну, смотрите, вы взрослый человек, вы что, не знаете население своей страны? Да, простите. А знаете, Соловьев такой есть ведущий у вас? Соловьев знаете? Нет. Кто такой Соловьев? Знаете, дайте я вам включу, это то, что вот происходит. Это буквально тут 30 секунд, чтобы вы понимали. Владимир Рудольфович, что вы можете сказать о срочниках, принимающих участие в СВО? Да, здравствуйте, Владимир Рудольфович, уважаемые слушатели. Да, действительно, военнослужащих срочной службы привлекают к боевым действиям. Связано это все с потерями личного состава на левом берегу Херсонской области. К огромному сожалению, среди крымских срочников есть первые жертвы. И фиксируются случаи суицида, и по своим прогнозам я вижу дальнейшее привлечение еще большего количества срочников, так сказать, на смену погибших. Как я и говорил несколько раз, да? Это, значит, говорит, сейчас вам скажу точно, кто это говорит. Это говорит Сергей Аксенов, гауляйтер Крыма. Гауляйтер это, назначенный расистами глава. Оккупационная глава. Да. Ваш телевизор, ваш пропагандист Соловьев говорит с вашим же гауляйтером, и тот прямо говорит, что срочники будут гибнуть. Да, мы будем отправлять срочников, и их будут убивать. Бывают. От вас даже уже не скрывают этого, по-моему? Просто надо слушать. Да. Но у вас до сих пор еще дамбили бомбас. Понимаете? Все, если что, будет информация, вам сообщат. Хочу найти. Хочу найти. Спасибо большое, я очень жду информации. Пожалуйста, Дмитрий, я так жду. Да, Дмитрий займется лично этим вопросом. Вы вспомнили его имя, он теперь точно найдет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok